Давайте помолимся. Господь наш и Бог наш, мы благодарны Тебе за это время, за время поклонения, за время, когда мы можем слышать свидетельства, за время, когда мы можем служить своими десятинами, пожертвованиями. Господи, мы благодарны также Тебе за то, что сейчас Ты будешь нас учить. И мы молимся о том, чтобы, Господи, то, что Ты хочешь вложить в наше сердце, мы могли сохранить. Пускай эти добрые семена упадут на сердце приготовленное, и пускай это принесет плоды в нашей жизни. Измени нас, Господь, и измени мир вокруг нас. Молим и просим Тебя об этом во имя Иисуса. Аминь. Сегодня второе воскресенье Адвента. Если вы первый раз пришли в нашу церковь, а может быть уже не первый раз, но вы еще не знаете, что такое Адвент, это время приготовления к Рождеству. За четыре воскресенья до Рождества, каждое воскресенье в нашей церкви в городе Винница мы зажигаем по одной свече. И в прошлое воскресенье, это было первое воскресенье Адвента, мы зажигали свечу надежды, как символ того, что Бог в Иисусе Христе дарует всем людям надежду. Мы зажигали эту свечу надежды. Сегодня мы зажигали свечу мира, как символ того, что Бог в Иисусе Христе примирил с Собою мир. Потом мы будем зажигать свечу радости, и потом мы будем зажигать свечу любви, последнюю свечу. И уже на Рождество, на этот праздник, когда у нас будет праздничное богослужение, мы зажжем центральную, или как еще называют, рождественскую свечу. Вы знаете, все это символически. И мы свечи зажигаем не в упокой, а во здравие. Мы зажигаем действительно как символ того, чтобы люди понимали, что Бог принес свет в этот мир. В мир, который был во тьме, явился свет Божий, пришел свет Божий. И поэтому действительно это символически. Эти свечи, они символизируют собой тот свет, который Бог в Иисусе Христе даровал всем нам. Поэтому зажигайте эти свечи дома. Вы знаете, это хорошая традиция, это добрая традиция. Есть традиции не очень хорошие, которые не следуют. Они, конечно, не, как сказать, в прямом смысле это не библейское. То есть вы о Библии в этом не прочитаете. Ну и о многих вещах вы о Библии не прочитаете, что сегодня мы как традиции в своей жизни приняли. Но есть хорошие традиции, есть плохие традиции. Так вот плохие традиции не надо. А вот это, это хорошая, это добрая традиция. Она как в помощь нам, вот как хорошая помощь нам, нам самим, нашим детям. Потому что, знаете, как здорово для детей, когда вы вечером садитесь, зажигаете эти свечечки, и кто-то из детей может даже помолиться этой молитвой и поблагодарить Бога за этот мир. Это хорошее свидетельство для соседей, которые могут вам зайти за солью или еще за чем-то, или там, я не знаю, раз, и увидели, а что это у вас там такое, еще вроде бы Нового года нет, а что это у вас там за свечечки, что это у вас там за веночек стоит. А ком веночек? Мы скажем, о-о-о, и раз, у тебя сразу возможность появилась. Это не похоронный венок, это венок Адвента. Это возможность раз, и рассказать этим людям о том, что Христос пришел на эту землю. И мы приготовим себя к Его пришествию. Итак, сегодня второе воскресение Адвента, воскресение мира. Это прекрасная возможность сегодня говорить о мире Божьем и о том мире, который мы все с вами ждем. Вы знаете, когда родился Иисус Христос, ангелы на небесах пели песню. Вы знаете, они радовались. И в этой песне, в том, что они радовались, были очень важные слова. Они говорили, мир на земле в человеках благоволение. То есть, ихняя радость, их ликование от рождения Иисуса Христа было в том, что на землю пришел мир. Вот это радость, вот это счастье, что сегодня осуществляется Божий план. Тот план, о котором Бог уже много-много веков говорил через своих пророков. И когда в первом обращении к человеку, когда человек в Эдемском саду восстал против Бога, и тогда, именно тогда началось противление или, можно сказать, вражда между человеком и Богом, Бог приготовил план. Он уже тогда в Эдемском саду сказал, что от семя жены родится тот, который будет поражать в голову. Ты его будешь жалить пяту, а он будет поражать тебя в голову. Уже в Эдемском саду у Бога созрел план о том, каким образом совершить это примирение после того, как человек восстал против Бога. Вы сегодня можете говорить, я не враждую против Бога. И нигде, ну может быть, где-то есть такая явная вражда. Да, действительно, был такой период в нашей истории, в истории нашей страны, когда у нас даже атеизм был воинствующий. Я помню это время. Не просто неверие в Бога было, не просто атеизм, а был еще так называемый воинствующий атеизм, когда люди как бы в открытую говорили, и Ленин сказал, я первый враг Богу. То есть они действительно воевали. В основном же люди, они никогда себя, наверное, не причисляли к той армии, которая как бы вот, я воюю против Бога осознанно, сознательно, а я выступаю против Бога и против всего божественного. Нет. Но вы знаете, от того, что вы в открытую не выступаете, мы в лице всего человечества были врагами Богу. В Адаме мы все с вами согрешили. В Адаме, который первый восстал против Божьей воли, против Божьей заповеди, против самого создания, который выступил и сказал, что я сам по себе. Ну, другими словами, он так создал, что зачем мне Бог, я сам буду, как Бог. Тем самым началась вражда между человеком и Богом. Вот как об этом Библия говорит. В Колоссянам, 1 глава, 21 стих. «И вас, бывших некогда, отчужденными и врагами». Посмотрите, как называют на Слово Божие. «Отчужденными, то есть отброшенными, откинутыми, отчужденными, то есть чуждый, то есть чужой, отчужденными и врагами по расположению к злым делам, примирил в теле плоти его смертью его, чтобы предоставить вас святыми и непорочными пред собою». Аминь. Слово Господне. То есть в этом месте Писания и говорится, что мы все, независимо от того, воевал ли ты в открытую или просто ничего не делал, но ты являлся отчужденным и ты являлся врагом Богу по расположению к злым делам. Потому что в каждом человеке, рожденном от Адама и Евы, есть предрасположенность творить зло. Сами того не осознавая, сами того не желая, как Павел в другом месте писал, говорит, доброго, чего хочу, не делаю, а злое, чего не хочу, делаю. То есть даже независимо от того, хочешь ты или не хочешь, внутреннее это желание, эта потребность, она в тебе есть. Это то, что выше твоих сил, даже выше твоего желания, в тебе есть склонность делать зло. И вот по этой расположению своего сердца делать зло, мы все были врагами Богу. Но у Бога был план. Он знал, что все человечество воюет против Него, и они не могут сами примириться. Потому что все мысли человека – зло. Так написано в Библии. И поэтому у Бога был план. Он послал Сына Своего, Иисуса Христа, Который родился две тысячи лет назад, для того, чтобы примирить с собой этот мир, для того, чтобы примирить человека и Бога. Иисус стал примирителем. Он стал той жертвой, которая была за нас заплачена. Вы знаете, что грех, вот эта склонность делать зло, на сегодняшний день является причиной всех человеческих бед. Вот это предрасположенно сделать зло, а по простому, простонародье, это звучит как грех. То есть это греховная наша натура. Греховная натура, которая противоречит всему божественному, она склоняет нас делать зло. И именно эта греховная натура, эта природа греховная, она является причиной для всех бед человечества. Всякая война, всякое воровство, всякое, ну все, все, чтобы вы не взяли, все, что сегодня в мире происходит, это из-за того, что внутри у человека есть склонность ко злу. Когда-то спросил кто-то, в интернете я читал эту статью, о том, что если, где, почему существуют войны, где же тот Бог? То есть почему войны сегодня существуют? Почему сегодня и то есть, и то, и такое зло творится? Где же Бог? Кажется, меня Оля моя спрашивала, у нее в школе такой вопрос задали. Я в интернете об этом читал, интересный ответ, что как раз-таки там, где нету Бога, там есть зло. Там, где нету Бога, где нету Божьего мира в сердцах людей, именно там люди ненавидят и убивают друг друга. Не из-за того, что как раз-таки Бог там присутствует, а именно из-за того, что Бога нет в ихнем сердце. Нету мира, нету любви. Потому что если в сердце творится зло и беззаконие, там нету мира. В сердце, в котором наполнено грехом, злом, там нету мира. И тогда все для тебя, они будут плохими. Ты один можешь быть для себя хорошим, все вокруг тебя плохие. Существует одна такая притча. Я думаю, что, наверное, и в жизни она на самом деле так есть. Притча о восточном мудреце. В одном городе восточном, рядом с городом, жил мудрец. И как-то странник, подходя к городу, зашел к этому мудрецу и спросил его, скажи, пожалуйста, мудрец, расскажи мне об этом городе. Я хочу в этом городе поселиться. Рассказал бы ты мне об этом городе. Что это за город? И тогда его мудрец спрашивает, скажи, пожалуйста, откуда ты пришел? Он говорит, ну, я жил в таком городе, где люди такие злые, они обманщики, они клеветники, они нехорошие, недобрые. Именно поэтому я этот город и покинул. И мудрец ему говорит, ну, я могу тебя разочаровать, ты знаешь, в этом городе ты найдешь таких же людей. Через буквально несколько минут подходит другой странник и спрашивает, мудрец, скажи, пожалуйста, я хочу поселиться в этом городе, расскажи мне об этом городе. Он его спрашивает, скажи, а откуда ты пришел? Где ты жил раньше? Он говорит, ну, я жил в таком прекрасном городе, там такие добрые люди, меня все любили, там хорошие отношения у меня были, у меня там были друзья. Он ему говорит, ты знаешь, в этом городе ты найдешь таких же людей. У тебя будут здесь друзья, здесь тебя будут любить. А рядом сидел купец. И когда этот человек ушел, купец спросил у него, слушай, мудрец, почему на один и тот же вопрос ты ответил совершенно по-разному? И этот мудрец сказал, ты знаешь, что у человека в сердце, то он и принесет с собой. Если в твоем сердце есть вражда, если в твоем сердце есть боль, если в твоем сердце нету мира, то все люди вокруг тебя будут плохие. Куда бы ты ни пошел, везде ты найдешь таких людей. Потому что то, что у тебя внутри, то и будет окружать тебя снаружи. А если в твоем сердце мир, то ты будешь в мире жить со всеми людьми, потому что этот мир не приходит извне. Это тот мир, который у тебя в сердце. Поэтому именно в своем сердце мы носим или войну, или мир. Именно потому, что в сердцах людей нету мира с Богом. У них нету мира с собой. У них нету мира с окружающими людьми. Если в твоем сердце живет зло, живет грех, ты не можешь иметь мир с Богом. Ты не будешь иметь мира с собой. Ты ни с кем не будешь иметь мира. Поэтому то зло, которое сегодня мы видим в мире, это от отсутствия мира Божьего в сердце человека. У человека нету мира с Богом. У него нету мира с самим собой. И, конечно же, у него никакого не может быть мира с окружающими людьми. И поэтому мы видим так много зла, так много войн, так много насилия и беззакония в том мире, который нас окружает. Вы знаете, что мир является высшим благословением для человека. Мы много знаем о надежде, о любви, о радости, и мы об этом будем говорить, слава Господу. Но я верю, я вижу из Слова Божьего, что именно мир Божий является высшим благом для человека. Когда избранный Богом народ Израиль, мы знаем, что Израиль – это избранный Богом народ, и Господь учил свой народ, как благословлять. То есть вот слово благословение – это высшее благо, то есть это высшая радость, ну все самое-самое лучшее для человека. И вот свой избранный народ Бог учил, как благословлять, и что является высшим благом для человека. Давайте мы прочитаем об этом. Мы прочитаем, и это написано в книге «Чисел», 6 глава, 23 стиха. «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилев, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе». Мир или шалом. Высшим благословением для человека является, чтобы в его жизни был шалом, чтобы в его сердце был мир. Потому что присутствие, наличие мира, оно дает все для человека. Слово шалом – это не просто мир, как отсутствие войны, это такое всеобъемлющее слово, что трудно его, как говорится, на русский язык все значения, это слово передать. Вот всего лишь некоторые из них. То есть, когда Бог говорит о мире, о том, что бы Он хотел дать вам и чтобы это присутствовало в вашей жизни, как высшее благо для человека, вот что подразумевается. Еврейское слово шалом – это сумма всех благ. То есть, представьте, все блага, сумма всех благ. То есть, если представить все самое хорошее, то это включает слово шалом. Все благословения, которые Бог устанавливает, которые Бог подготавливает и которые Он утверждает, то есть делает их твердыми и непоколебимыми в твоей жизни. Шалом включает в себя понятие гармонии, безопасности, спокойствия, правильных взаимоотношений, целостности, здравия, благосостояния и успеха. Вот такое всеобъемлющее слово. И это еще не все. Вот такое всеобъемлющее слово. Здравие, благополучие, целостность, безопасность, покой в сердце. Мы песни такие прекрасные поем, что среди всех этих бурь мы можем иметь покой. То есть, когда все вокруг рушится, когда экономика в стране рушится, когда война идет и непонятно, есть она или нет, когда вся эта система мира говорит о том, что надо волноваться, надо беспокоиться, надо продукты закупать, доллары надо закупать, загранпаспорты надо делать биометрически, чтобы во время убежать. То есть, все это надо делать, а своим волевзлюбленным он дает покой. Он дает шалом. Он говорит, что у тебя ты, ты как на руках возлюбленного, которого я беру и о котором я беспокоюсь, и которого никто из моей руки не похитит. У которого никто благословение не сможет отнять, потому что я. Я – это тот самый всемогущий, всесильный, который сотворил небо, землю, галактики, которого все держится его словом, все законы ему подчиняются. Он говорит, я твоя безопасность, я твой гарант, я твое благополучие, я твой шалом. Когда Иисус Христос пришел на эту землю, высшим благословением, о котором Он говорил для человека, Он тоже утверждал – это покой, это шалом, это мир. Мы читаем его в этом в Новом Завете. Мы сейчас читали из Ветхого Завета. Теперь давайте прочитаем в Новом Завете. Матфея, 11 глава, 28 и 29 стихе. Когда Иисус обращался к народу, и когда Он говорил о том, что Он может дать человеку высшим благословением для человека, Он говорит, придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Он говорит о мире, Он говорит о покое, что этот мир является высшим благословением для человека. И этот мир мы можем иметь во Иисусе Христе. Мы можем иметь во Иисусе Христе мир с Богом. Мы можем иметь мир с самим собой. Мы можем иметь мир с теми людьми и с тем миром, в котором мы с вами живем, кто нас окружает. Как же этот мир проявляется? То есть, как можно увидеть человека, у которого действительно мир с Богом, мир в сердце и мир с окружающими людьми? То есть, как его увидеть, этот мир? Во-первых, мир – это состояние души. Господь Бог может дать вам такое состояние души, в котором, как сказано в Слове Божьем, «Лучший кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота и с раздором». Поэтому Бог дает такой мир, что у тебя может быть немного, но ты в покое живешь. А у человека, у него может быть очень много всего, а у него дома постоянно, не только дома, в первую очередь, у него тут внутри покоя нет. Ему постоянно или мало, или он постоянно в раздоре, постоянно вот такое состояние. Так вот, мир, который дает Бог, первое определение мира от Бога – это состояние души. То есть, ты живешь в покое, у тебя внутри есть покой. Второе, что определяет мир – это Божьи действия в нашем сердце. То есть, это Бог производит в нашем сердце определенное действие. И как это происходит? Во-первых, незлобливость. То есть, человек становится незлобливым. То есть, у тебя происходит отсутствие злобы. Вот есть люди, которые злобные. Ну, такой, он вроде бы хороший человек. Вот вы видели, наверное, встречали таких хороших людей, но они какие-то, вот у них есть что-то вот такое вот. Он везде как Ворчун в этом мультфильме про этих самых, да, Брундуков там, Ворчун был. Смотрите, как это происходит, определение. Кротость ваша, да будет известно всем человекам, Господь близко. То есть, это состояние кротости. Это когда ты даже прав, но ты не отвечаешь злом на зло. Незлобливость, это желание мира, это желание покоя, когда человек не конфликтный, когда он не хочет идти на конфликт. Он, наоборот, всеми силами старается конфликта этого избежать. У меня есть время от времени, ну, такая склонность. Я смотрю, просматриваю видеоролики, я уже вам об этом говорил, в интернете, в ютубе смотрю насчет водителей. И это у меня, и там есть такие моменты, как водители, то есть, его чуть-чуть-то подрезали, и все, он с машины выбегает, биту уже берет. То есть, еще вроде бы ничего, а он уже все, он уже готов там всех убить, всех сокрушить. Знаете, это отсутствие мира, это злоба внутри. Это когда тебе, ну, даже если там чуть-чуть что-то не так, все, а человек готов, короче, уже там всех бить. Это состояние души, друзья. Это состояние, то есть, человек может жить таким состоянием. И упаси нас Господь так жить. Так вот, что производит Бог, когда у нас есть мир? Это не злобливость, это отсутствие вот этой злобы. Это кротость. Второе, это состояние душевного покоя. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении. С благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. То есть, это то состояние, когда ты говоришь, Господи, я тебе доверяю. Состояние покоя, что со мной ничего не может произойти без воли Божьей. То есть, я нахожусь в покое. Мое сердце, оно находится в покое. Оно в Боге успокаивается. Оно не в покое от того, что мне сказали, что у тебя будет хорошо. От прогноза погоды или от новостей из интернета. Потому что там только все плохое говорят. Там хорошего не дождешься. Но даже если они пообещают, что будет вам хорошо, не верьте. Ну, потому что они не в состоянии даже слова своих обеспечить, что вам будет хорошо. Но только Бог говорит, и Он делает. Поэтому доверие Богу, мой покой находится в основании Слова Божьего. И третье состояние шалома мы можем увидеть в человеке – это удовлетворенность или благодарность. То есть, удовлетворенность тем, что у него есть. Это такое состояние удовлетворения. Я доволен тем, что у меня есть. Я радуюсь, я благодарю Бога за то, что у меня есть. Вместо того, чтобы роптать и горячиться, и раздражаться, и беспокоиться о том, чего у меня нет. То есть, это состояние удовлетворения. Знаете, о Соломоне что сказано? Это мудрейший человек. У этого человека, у мудрейшего, у него было все, о чем только можно было мечтать. Вот специально для вас выписал, что у него было. У него было знание. У него было веселье постоянно. У него были большие дома, у него были сады, у него были рощи, у него были водоемы, у него были слуги, у него были служанки, у него был мелкий и крупный скот, у него было серебро, у него было золото, у него были драгоценности, у него были певцы и певицы. То есть, свои группы прославления. Прикиньте, пришел домой, а ну-ка, Денис, спой-ка мне для души. А, Катюша, ну-ка, сыграй мне на флейте. А ну-ка, станцуйте мне, танцоры. То есть, у человека, в другом месте, тут написано, еще что о нем сказано. У него была возможность исполнения всех желаний. То есть, на земле у человека была возможность исполнения только так сказать. Ничего не было такого, чего бы он захотел, у него не было. Все было. Вот такой человек был Соломон. Действительно, это правда. То есть, я верю всему написать. Так было. То есть, когда он об этом писал, он говорил, у меня было все, о чем только может мечтать человек на земле. И вот этот мудрейший человек, он нам в этом сказал, выслушайте сущность всего. Бойся Бога, заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Поэтому мы можем, знаете, мы можем обладать всем, но мы можем быть недовольными. Мы можем быть раздраженными. Нам чего-то по-любому будет не хватать. А если всего так много, то это надо будет защищать. Поэтому бойтесь Бога, благодарите Его за то, что есть. Друзья, нам есть, что благодарить. Уже несколько раз я это письмо читал. В этот раз я не буду его читать. Просто напомню вам, что мы с вами счастливые люди. Потому что нам сегодня свободно можем собираться. Нас сегодня никто не гоняет за то, что мы в Бога верим. Ему поклоняемся. Еще можем на улицу уйти. Представьте себе такое в Таджикистане. Если бы мы так сели, или в Туркменистане, или в Афганистане, или еще где-то в Пакистане. Ну, в других странах. А ведь там тоже живут люди, такие, как мы. Такая борода, как у Игоря. Они там бородачи такие. Ну, прикинь, Игорек, захотел бы ты пойти 25 декабря на площадь какого-то там имама и рассказать, что Иисус родился. Все. Это в лучшем бы случае тебя побили, посадили в тюрьму. Это было бы как, ну, такое благословение. В основном просто бы тебе или голову отрубали бы, или сожгли бы, или потопили. Так как они их сейчас любят. У них сейчас такие, ну, казни такие интересные они так придумывают сейчас. Садят в клетку живых людей и так в воду опускают христиан. И снимают на камерах, чтобы видно было, как люди, ну, как верующие задыхаются. А мы сегодня этого не боимся, прикиньте. То есть мы сегодня приходим спокойно, рассуждаем о том, что Христос родился. А ведь столько людей сегодня за это, они сегодня умирают. Мы сегодня пришли сюда, и каждый, наверное, позавтракал. Ну, я не завтракаю, потому что проповедую. Когда не проповедую, завтракаю. У меня сейчас, ну, смысл в том, что в холодильнике есть еда. А столько людей сегодня они не покушали не из-за того, что они, ну, не хотят кушать, а просто у них нет, что покушать. У них нет, что покушать. А мы благодарны Богу. Господи, спасибо, что у нас есть покушать. Поэтому будьте благодарны Богу. Вот это состояние мира в сердце, это состояние благодарности от того, что у меня есть, что покушать, у меня есть во что одеться, У меня есть крыша над головой. Спасибо тебе, Господи. И все мы это имеем через нашего Господа Иисуса Христа. Слава Ему за это. Какое же условие этот мир сохранить? Спасибо Господу за то, что Иисус пришел и даровал нам этот мир. И сегодня многие имеют уже этот мир. Но что же нам делать, чтобы этот мир сохранить? Вы знаете, что мир можно иметь, но его можно и потерять. Это как подарок, который вот у тебя есть телефон. И, наверное, кто-то терял телефоны. Я еще телефонов не терял, слава Господу. Но те, которые теряли телефон, это, ну, видно, печаль на лице. Небрежные отношения. Ну, в основном это, конечно, небрежные отношения. Потому что иногда мы так относимся к вещам, которые у нас есть в жизни, что они как бы само собой разумеющиеся, и куда они денутся. Вы знаете, что можно так жить? И иногда люди так живут. Они так живут, что это само собой разумеющиеся, и куда оно от меня денется? Но вот точно так же, как благодать, так и спасение, так и мир Божий. Вы знаете, его можно потерять, если ты к нему относишься вот так вот с пренебрежением. Поэтому есть вещи, которые помогут вам сохранить мир в своем сердце. Итак, первое, что необходимо, чтобы мир Божий хранился в вашем сердце. Это чистое сердце. Потому что только в чистом сердце, в сердце, в котором нет греха, может находиться мир Божий. Невозможно себе представить тьму и свет вместе. Там, где свет, там тьмы нет. И наоборот, там, где тьма, там нету света. Правильно так сказать. Куда свет приходит, тьма исчезает. Но если света нет, значит, там царствует тьма. Поэтому первое, это чистое сердце. Что это такое? Это исполнение Божьих заповедей. Божье Слово говорит, «О, если бы ты внимал заповеди моим». Пророк Исаия говорит в 48 главе, в 18 стихе. «О, если бы ты внимал заповеди моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские». Бог определяет непосредственную зависимость душевного состояния человека от его поведения по отношению к Божьим заповедям. Потому что сказано там же, в Слове Божьем, «Скорбь и теснота всякой душе, делающей злое». Скорбь и теснота. Вот вдумайтесь в эти слова. Скорбь и теснота. Это то, как живет сегодня большинство людей. Они живут в скорбях, они живут в тесноте, недовольные, обиженные, ропотники, клянут всех, страну, Порошенко, Москалей. А вы подумайте, что творится в сердцах этих людей. Потому что Библия нас призывает совершенно к другому. Библия нас призывает благословлять, а не проклинать. Сам Иисус Христос, который висел на Голгофском кресте, Он и то не хулил тех, которые Его проклинали, и которые Его убивали. Он говорил, «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Второе, что необходимо, чтобы хранить мир Божий в сердце, это любовь к Слову Божьему, вот этой святой книге, к Библии. Если у вас нет любви к Слову Божьему, если вы не насыщаетесь этим Словом каждый день, не пропитываетесь им, то как может быть мир в вашем сердце? Библия говорит нам, Псалом 118, «Велик мир у любящих закон твой». То есть велик мир, большой мир в сердце этого человека, который любит Слово Божье, который жаждет наполняться им каждый день. В том сердце будет обитать мир Божий. Мир Божий отсутствует, когда в жизни христианина исчезает любовь к Слову Божьему, исчезает жажда по общению с Богом. Когда же, устремившись внутренне ко Христу, мы насыщаем наше сердце и разум чтением Библии, наши помышления становятся духовными. Мы становимся духовными, когда мы насыщаем себя Словом Божьим. Наши мысли очищаются, наши помыслы становятся светлыми. И как уже сказано в послании к римлянам, помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Помышления духовные дают жизнь и мир. А откуда эти помышления придут? Если ты целыми днями будешь смотреть телевизор, компьютер и новости, если ты будешь насыщать себя этим миром, то только зло, раздражение, ненависть будет в твоем сердце, и ты только будешь плод свою поддерживать, которая будет тебе вот это все – негодование, недовольство, раздражение на все и всях. А если ты будешь вот этим напитываться, если ты будешь это читать, об этом будешь думать, над этим будешь размышлять, то помышления твои будут жизнь и мир Божий в сердце. И третье, последнее, как сохранить мир Божий в сердце – это доверие Богу. Мы об этом уже говорили, еще раз повторюсь. Не заботьтесь ни о чем. Так говорит Слово Божие. Доверяйте Богу. Доверяйте Ему не только в больших вопросах, доверяйте Ему во всем. Потому что Он Господин Духа, Души и Тела. И так говорит Слово Божие. И мир, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Мир Божий, который превыше всякого ума. То есть это даже словами невозможно описать и объяснить. Это невозможно по полочкам разложить, как теорему какую-то. Мы не в состоянии объяснить, как этот мир может вас хранить. Это сверхъестественно. Потому что мы верим в сверхъестественного Бога. Если бы мы могли все объяснить, и все написать, и все разложить, то, знаете, в принципе, и Бога-то нам не надо было. Если бы человек мог решать многие вопросы своей жизни путем медицинским, например, у человека расстройства психические, волнения, вот вам такие лекарства, и все, и волнения из вашей жизни уйдут. Если бы так можно было, зачем нам тогда Бог? Мы бы все сами устраивали. Но есть вещи, которые превыше ума человеческого. Когда все вокруг не так, а у человека покой в сердце. И могут спросить, да как же так? Чего ты не беспокоишься? Чего ты не волнуешься? Это осознание, это доверие Богу, что ничего в жизни не произойдет без его воли. Когда Павел плыл на корабле, и когда там началось кораблекрушение, все кипишовали. То есть весь корабль пришел, там все бегали, ай погибаем, ай погибаем. Написано, он лежит и спит. Они приходят и говорят, ты это самое, чего ты не беспокойся, чего ты не переживаешь? Мы же тут же это самое, кораблекрушение. А он говорит, ну я, и начали узнавать, он говорит, ну я это самое, без меня, короче не переживайте, вот сделайте вот это, вот это, короче не погибнете. Бог мне сказал, что я туда доплыву, хай там в сто раз еще волны сильнее будут, вам волноваться нечего, потому что Бог мой дал вам жизнь вместе со мной. Знаете, это хорошее слово для неверующих. Если на вашем корабле есть верующий, благодарите Бога. Если в самолете, в котором вы летите неверующие, есть верующие люди, они молятся, то вы знаете, Бог может самолет этот сохранить ради этого верующего человека. Это то, что мы читаем в Библии, это так написано, что Бог сохранил корабль из всех людей на этом корабле, не ради них даже самих, а ради Павла. Все они были спасены, поэтому он доверял Богу, он знал, что с ним не произойдет, он должен прийти, он должен попасть в Рим, он должен попасть на суд кесаре. Поэтому катастрофа, пожары, землетрясения, наводнения, да ничего не будет, пока не исполнится то, что Бог мне сказал. Знаете, это доверие Богу. Поэтому я доверяю свою жизнь, я говорю, Господи, да хоть что там будет, сегодня проблема, ой, ой, шо, что будет, ой, долларов падают, ой, москали нападут, ой, переизбрали, ой, то и... Господи, да что же вы волнуетесь? Ну ничего не произойдет с вами, пока мы Божью волю не исполним. О, другой вопрос, в Божьей ли ты воле? Знаешь ли ты волю Божью на свою жизнь? Вот это да, вопрос. И если не знаешь, тогда тебе стоит волноваться. Вот тогда точно, стоит волноваться. Но не потому, что произойдет, а потому, что ты не знаешь Божьей воли в своей жизни. Но те люди, которые Божью волю знают, им нечего беспокоиться, они Богу доверяют. Поэтому третье. Доверяйте Богу, чтобы мир Божий был в вашем сердце. И в заключение, последнее место Писания. Бог, во втором Коринфянам, пятая глава. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увощевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Аминь, Слово Господне. Знаете, это слово как для неверующих, так и для верующих. Для неверующих здесь призыв примириться с Богом. У вас сегодня есть шанс, дорогие друзья. Если вы еще с Богом не примирились, сделайте это пока не поздно. Потому что Иисус Христос именно для этого пришел на эту землю. Две тысячи лет назад родился, и мы сегодня зажгли символ этой надежды мира, которую Бог даровал людям через Иисуса Христа. Вы можете иметь надежду, что ваши грехи будут прощены. Вы можете иметь сегодня мир с Богом через Сына Его Иисуса Христа. Бог простит вам все ваши грехи. Он сделает вас праведными. Он изменит вашу жизнь. А для нас, для верующих, которые уже примирились с Ним, для нас это слово говорит о том, чтобы вы стали этими примирителями. Чтобы вы шли в этот мир и возвещали о том, что Бог в Иисусе Христе две тысячи лет назад примирил с собой мир. И дал Он вам это слово примирения. Именно поэтому 16 числа я вас приглашаю всех, чтобы вы пошли и свидетельствовали этому городу. Свидетельствуйте своим соседям, своим родственникам, друзьям о том, что две тысячи лет назад Бог в Иисусе Христе примирил с собой мир. Да будет имя Его прославлено и благословенно. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Отец Небесный, Господь наш и Бог наш, спасибо Тебе за это время, спасибо Тебе за это слово. Мы благодарим Тебя за то, что вы Иисусе Христе, Ты даровал нам свой мир. Мы благодарим Тебя, Господи, что среди всякого зла, насилия, безумия этого мира, мы можем иметь шалом, мы можем иметь покой, мы можем иметь Твой божественный мир сегодня в Своем сердце. Господи, помоги нам хранить этот мир и помоги нам, Господи, делиться этим словом с теми, кто нас окружает. Молим Тебя и просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Молим Тебя и просим об этом во имя Иисуса Христа.